Продолжение следует... Спортсмены, как и в самом начале дня, спортсмены в своей категории до 55 килограмм. Короин, представляющий Приволжский федеральный округ и Холландский из Санкт-Петербурга. Короин, представляющий Приволжский федеральный округ Пермь, а Холландский, Герман, Санкт-Петербург. Короин, представляющий Приволжский федеральный округ Пермь. А по-пути к этому третьему месту они должны будут пройти еще как минимум 3 поединка. В зависимости от этапа, на каком этапе они проиграли четверки финалистов. Только лишь от четверки финалистов, если они кому-то из них проиграли, она четверка определена, у них возникает возможность, дополнительная возможность бороться в малом финале за бронзовые награды бросок с колен пытался провести холландский но вот распустил захват и встал в стойку тут же хотел что-то видимо предложить а король воспользовался этим моментом и пробовал провести прием сковывающие действия ногами после которого могла могло быть последовать удержание но этого не произошло спортсмены вернулись в стойку продолжает поединок в положении тачеваза стойка с упором стопой живот сейчас проводил прием король но без смещения однозначно арбитр это пресечет он застягивание застягивающе действует мы сейчас увидели дал замечание шида и на одно шида уже больше у меня одно же дано единственное холландский ведет после этого замечания естественно это минимальное преимущество и не дающие больших надежд на победу а вот сейчас бросок бросок прекрасно бросок и япон арбитр будет естественно просматривать потому что можно было воспринять как докат на спину соответственно вот был ли япон или в азаре сейчас мы узнаем чуть позже да вот как раз объявляет что оценка меняется и нет это на то на третьем татами вернее на втором здесь мы в ожидании арбитры просматривают боковые судьи просматривают в очередной раз какая оценка была и оценка япон отменяется оценка в азаре дается да потому что не было четко упадение на спину был докат так называемый докат много специалистов с нами приехала много специалистов работают на здесь на татами по отслеживать полностью ход поединков проведение турнира первенства россии по юношам как я говорил завтра мы уже с уверенностью можем заявлять у нас будет сокоментаторство а на сегодня мы делаем поддержку друг друга помогаем и в данный момент вот в нашу студию пришел константин зарецкий мастер спорта международного класса старший тренер москвы под дзюдо он как раз сейчас поможет мне в комментарии продолжить полностью ход поединков а там и один победила иванова северо-запад здравствуйте дорогие телезрители сейчас мы следим встречи утешительные коровкина идет тяжелая борьба не очень активная уже конец встречи ребята подустали никак не получается провести приемы наказание получает шида коровкин третий шида проводит прием обратную обратную спину но без оценки холландский проводит попытку передние подножки тоже не получается без оценки встреча обостряется так как заканчивается время остались считанные секунды конец встречи и тяжелой складки победу одерживает холландский герман из санкт-кетербурга Победа лежала в балансе. Продолжение следует...